Давай, начинай, рассказывай. Зачем пришел? Что пошел, почем? Короче, всем дырова. У нас BMW хотели сделать втихую, но я решил поснимать. То, что мы открасили. Мы открасили, да, там все норм. Крашеная сегодня, соринки завтра подбираем. Саня там капотом занимается. Тоже хотел втихую. А я тут багажник. Это я выпилил мехом. Это еще не тронутое. Но после меха бесполезно греть. Глубокие есть царапки, очень глубокие. Но это мехом не умрать. Тем более были протиры лака, стрёмно. Задача какая? Что это? Это 3М 2000. Посмотрим, насколько его хватит. Я еще не работал таким нажатком. Я пропустил тот момент, когда он появился на рюмке. Наверх крышки хватит, да? Ну, давай, посмотрим, как работает 3 доллара. Сделаем половинку и посмотрим разницу. Эксцентрик 5 миллиметров. Слышишь? А, пылесос бесполезен на ней, да? Мелкая дырка. А, дырки не протягиваем. Мелкая дырка. Короче, 2000 наждак. Но работает неплохо. О, кстати, сейчас можно, знаешь, что показать? 3000 нюндазу уже. Как она не работает. Мы попробовали 3000 нюндазу. Так, Александр. Да, я отсюда зайду. Оп. Что это? Грязь какая-то. Нет, это грязь. Это грязь. Вот, я ногтем что-то склопнул. Хотя я все обезжириваю. А может и мух, да. Мух сырёт так, что это только глиной можем убрать. Но глиной мы не проходим. Я так вроде... Желательно постоянно протирать, чтобы растянуть. Не, чтобы не растянуть. Кого? Да, что попадёт вот такая хуже. Да, мух на сразу. Ну, желательно, конечно. Глиной большей себе делает. Ну, желательно. Надо купить глину. Вообще, я хочу купить круг. Я не глину купил, а перчатку. Круг на машинку. Или круг. Ну, который заменяет глину. Уже есть, ничего всего такого. У меня у Андрея перчатка была. Тёрла. Да. На мнигу. То есть ты икруг. Фибра. Фибра должна быть новая, чистая. Я сейчас дал вам такую разовую фибру. Под полировку отдельно. Сюда отдельно. Ещё кусочек. Слушай, она режет хорошо. Нет, она лежит хорошо, но... Да, дорогая. Не, дорогая, скажем так. Ну, твоя работа, но... Она не пилит шагрин. Она её облизывает. Ну, понятно, она её облизывает. А ещё мне Екатерина дала вот такой вот круг на пробу 3000. Мы чуть-чуть там попробовали пильнуть и увидели, что он не пилит. Вот ты вот кусок закончил, да? Давай вот там вот покажем. Там уже подполировано, как бы, даже поменьше. Ну, этот, кстати, тоже... Уже? Начинает. Прикольно. Прикольно. Подтупливаться. Пол... Что тут, крышки багажника, извините? Это маленькая кровь от автомобиля. Этот тоже, только на сухую? Ну, тоже бельсовый, бельсовый, бельсовый. Ну, бельсовый, бельсовый. Чисто на пробив взяла. Посмотрим, как он, но мы его попробуем. Ваше фиброй вытирать, и всё. Ничего не будет. Здравствуйте. Полируем. Полируем. Ну, это круг, который отработал вот такой вот, ну, реально, на одном месте. Да он вообще не берёт. Но вытруем. Без обид, Катя, круг говно. Реально говнище. Ну, пусть на полированной, да? Давай на... Давай на чистом. Возьми упор 3, не знаю, хотя там нечего протирать. Работал. Он даже не поднимает муку. Если этот видно было... Даш, он сразу трёт. Этот вообще ничего не трёт. До свидания. Красавчик. До свидания. Милый друг. Прям по леглину влупил. Зачем ты? Круг говно. Результат, ну, вот, к сожалению. К сожалению. Этот круг дороже чуть-чуть, чем тот, но он реально, я вижу, что он работает. А куда ты делаешь? Да я хочу вот эту граничку практически. Ну, давай. С кругом разобрались. Углом не наточит, ничего тут. Вообще, под эти дела машинку в трёшку взять? Машинки в трёшке нечего. Сейчас мы возьмём трёшку. Трезак. Трезак. Чуть-чуть смочим на этой машинке, ничего не будет. Дубанём и потом выпилю мехом. И шаштысячным. Вот это ты вообще уже разыгрался. Ну, давай. Давай. Я просрал, короче, вспышку. Так, я не понял, Саша. А кто мне по свежему лаку? Чего? Машонкой трогает. Ну, ладно, короче, он уже прошёл трезаком 3000-6000. Ну, как прошёл, пробежался. Просто пролетел, как пуля, резкий, Саша. Под вечер начинается у него. Что? Снимаем с кошем она. Потому что она уже раскислом она. Это водная обезжирка. Так, далее. В работу пойдёт мех, и это паста. Также попробуем вот эту вот пасту, тремовскую. Это что-то из последних, что у них вышло. Просто попробуем. Я её уже попробовал. По крайней мере, это не тот старый трем зелёный, который силиконенный. В нём нет силикона. Потом дальше сравним, допустим, со звизором. То есть именно финишным. Сейчас вот это отполируем трем финишем, а дальше звизор сравним финиш. А может ещё как-нибудь попозже. Автомайджик сравним. Если всё получится. Ну шо? Красиво. Я думаю, да. Будет лучше, чем в любом случае, чем вот тут. И по времени это быстрее, чем тупо стоять и греть мехом. Правильно? Ну, кроме вот таких. Ну понятно, что кратера уже никуда не денешь. А ну, повтори сейчас. Ты хочешь одной пасты и одним кругом. Да. Поехали. Я за любой кипиш, кроме голодок. Размажи. А я бы такой же мехом бы врубил сейчас. Зачем? Три минутки мехом. Шесть тысяч. Тут нехер уже. Мехом ты больше нарежешь. Вообще нет прогрева. Ну так. Еле-еле в районе что-то там 35. Чуть-чуть лучше уже. Уже 45. Какой у меня пирометр хороший. Ой, кстати, да. А, кстати, да. Давайте возьмем. Поглядим. У меня тапочки новые. Старые мои куда-то собака унесла. 40. Машинка 35. Санёк 31. Что, это неправда. 40. Так, сейчас протремся. Посмотрим, что получилось. Тут сейчас покажу. Вот тут вот здесь проходит линия от наждака видно. И за этой линией четко видно, что шагрень осталась. В принципе. Жаль, что уже весь багажник хоть как-то отполирован. То есть блеск есть у него хороший. Но на этой половине реально. То есть тут на камеру сомневаюсь, что будет видно. Как будто, знаете, царапки, которые были самые глубокие, они остались просто глянцами. Тут этого всего стало раз в пять меньше. Но есть очень глубокие царапины, короткие остатки коротыши. Ну, их уже втачивать это стрём. Могут просто не уйти, да. Появиться дыры насквозь. Ну, теперь я сам сейчас попробую. Так, теперь мой черед. Попробую наждачок. Что он как, хоть он уже и мертвый с вами сказал, но тем не менее. Я вообще не пробовал ни разу, мне пофиг. Я уверен, что я им допилю крышку. Чуть-чуть зайду туда, чтобы вытащить эту линию. А то она так и останется красивой. Чего? Он предназначен для локальной работы. Чтобы локально брал красиво и всё. А для вот таких, блядь, полей. Полеон. А тут у самого нового было с пысячной. Ну, это же самое. Ну, это уже всё. Вообще не гудуть. Да, наветь не мучать. Дай, дай. Татушки гоняет. Ну, сейчас сказал, что... Не, ну, можно, и можно что-то тут попытаться. Я тебе изначально сказал, что вот тут на крышке багажника он уже всё, пасеку не сядет. Да, что? Ну, как он вот тут с начала. Не, ну, это лучше, чем вот тот, который со старта вот такой. Хотя разница в цене у них в 1 доллар. Этот дороже на 1 доллар. Тот 2 бакса, этот 3 бакса. Всё. Померла, так померла. Что, неси трезак, Сань. Пью. Ушла. Так, отвлекают, отвлекают. Трезак тысячный. Чуть-чуть спиртовой обезжирки. Саня, иди работай. А что мне машинка нужна? Ладно, всё. Вот это оно. Спасибо. Там, что с торцами здесь. Удём. Всё. Да, я не забываю. Четыре обувайся. Четыре обувайся. Продолжаем. Мех и вперёд. Сейчас включу. Я так не буду пылировать. Продолжение следует. Продолжение следует. Сейчас ещё поролончиком пройдёмся. Значительно лучше. Остались только самые глубокие, которые уже не тронешь. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Хорошо именно. Не идеально, конечно. Тут, чтобы идеально перелать. Слишком глубокий царапин. Продолжение следует. 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 беру то, что уже умерло на машинке и вот тут были соринки недопиленные, да их тут много там, там, вот ну такая уже запиленная то есть подотачиваем ну ну что, работает, как ни странно тут, вот тут потому что полируем, их сейчас станет так явно видно хорошо и будет некрасиво короче, занимаемся, время блин, сейчас я снял время уже к 10 вечера работа в разгаре, как говорится граним, что получится чуть позже, а наждачок интересный ну что, пора заканчивать сие автомобилю долго он у нас просто стоял отполировали его весь в таком же процессе как и багажник, сейчас надо сделать уже финиш машине все пооттирать ну я тут уже частично начал оттирать пасты с резинок кое-где тут попадали очень хорошо с резинок отмывает водно-спиртовая обезжирка реально прям замечательно пасту повыдувать что там осталось в принципе можно делать финиш на сухую можно делать на мокрую я больше любитель с водой потом все это дело отмывать потому что струя воды ну как бы лучше вымывает чем просто поток воздуха так во всех щелях где там я мог найти увидеть уже салфетками паста повычищена поубрана после мойки что нужно будет еще сделать пройтись просмотреть кое-где пооткрывались еще то что мы раньше не увидели по сколам они прям такие светящиеся допустим вот беленький его надо будет потом капнуть а вот тут на бампере после полировки соплей кто предыдущий его вертикально красили я сопельки посрезал а тут с торца лак получился то есть вот это все еще подкорректировать чуть-чуть чтобы в глаза не бросалось ну так вроде больше никаких сильно явных признаков закапывания нет поэтому вот что тут мухи уже понагадили вот это все уже водой смоется хорошо вымыться это чистый остаток порошка да и все по сути мыться будем автомэджиком шампунькой напеним его придется поработать микрофиброй в проемчиках подочищаться смоем оботрем высушим и все машина готова к отдаче блеск появился хороший то есть вот это крыло крашеное эта дверь не крашеная то есть блеск посравнивали все одинаково блестящее даже с учетом что лак и старенький ну он себя вывелся вычихался неплохо багажник который был весь убитый крыша Санек крышу вывел вообще замечательно крыша вообще была мертва ушатанная рисок ну рисок не видно на ней красиво все так приступаем на сухую машину наносим химию химия автомэджик для именно мойки бесконтактной я ее наношу оставляю минут на 5 пока пройду тряпкой попротираю где-то в проемах еще химия хорошо тоже помогает вымывать с проемов полироль с резинок там где сложно залезть руками проходим вытираем всю машину хорошо вот тут в дверных проемах как обычно паста всегда остается в стыках каких-то на резинках то есть это все что я люблю с водой работать уже финиш то есть я так дотирал резинки но с водой ну вот допустим вот тут видно она выболилась надо дотереть а это все так потом противно смотрится когда клиент забирает машину и он вот это увидит вот тут четенько видно надо именно вот так именно вот 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 так прямо все это дело то есть это все потом бросится в глаза и будет чуть-чуть не это неприятно вроде вся работа выполнена хорошо да все отполировано то что было убитым вообще в хлам сейчас выглядит хорошо а на мелочах на вот этих вон она вот там вот спалиться как-то ну будет некрасиво ну не то что спалиться а просто вот она эта работа занимает по машине 20 минут пройти остатки поискать посмотреть ее еще надо будет выгнать на улицу на улице еще досохнет все капельки все эти капелюшки просохнет посмотреть где-то может что-то не дополировали потому что на улице это смотрится совершенно по-другому нежели в боксе под лампами некоторые вещи те которые мы тут не видим увидим на улице и наоборот вот такие вот процессы вон в бампере тоже вроде уже тер-тер на сухую там а сейчас оно размокшее под химарем раскисшее его можно пока на влажную вот так вот убрать вытереть то же самое тут на резинках я резинки вытирал с водно-спиртовой а вот все равно еще есть и надо вытирать вот такой процесс по кругу по машине пару кругов делаем ходим смотрим что убираем ну все выкатили автомобиль на улицу посмотрим что тут надо подотирать заодно чехлы померил мне тут тестовые пришли попробуем там и доработать кое-как надо чтобы хорошо на колесо одевались без подкомкорачивания видно что подотирать надо вот тут на этом крыле какие-то жесткие царапки то есть их боксе не было видно вот я сейчас только подошел увидел вот эту зону надо повернуть скол надо закапать так в общем по багажнику нормально но тут борт крашеный все норм соринки подбирали поубирали вот тут где провтыкали вмятинку я ее подверил сам залез изнутри убрал получилось довольно-таки хорошо ну вот так вот на этот на изгиб ничего нет все так все готово сейчас вот эти сколы которые остались белые просто базой подкапнуть и на этом можно сказать что все закончено полностью готово самые крупные царапины конечно тут есть очень глубокие я даже в перчатке чувствую как она мезонога цепляться с этим уже ничего не сделать тут как есть так и остается вот эта вот какая-то мутность даже непонятно чего она так осталась это еще можно потерять почухать дополировать это все дело уберется такие вот у нас движения времени конечно отняло много но общие работы тут ну скажем так целый день поработать и все готово все всем пока спасибо Продолжение следует...